Па, гуся! Вскоре могут стать визитной карточкой не только парка имени Гагарина, но и Симферополя в целом, как и пчела-труженица. С герба столицы Белой Лебеди теперь самое новое украшение постоянно меняющего облик излюбленного места отдыха симферопольцев. Птицам помогут адаптироваться к новым условиям. У водоема разместят ознакомительные таблички, а зимой согреют, поместив красавца в специальные домики или предоставив помещение. Белый лебедь в пруду – это вот такой у нас уже мем, или как хотите, такой наш образ, и в нашем фольклоре, и в шансоне, где хотите. Но мы хотели тоже, чтобы были Белый Лебедь. Две пары таких взрослых лебедей мы запустили, и маленьких. Может быть еще. Посмотрим, как они приживутся. Белые лебеди не одиноки в амплуа новичков. В парке компанию им составили яркие попугаи-неразлучники. Это подарок представителей социально ориентированного бизнеса. Днем попугаем будут свободно летать по территории, а на ночь возвращаться в свои вольеры. Уход за попугаями возьмут на себя специальные сотрудники, рассказали в администрации парка. Есть маленькие птенцы, которых мы выращиваем. Сегодня открывали клетку, для того, чтобы они имели свободный доступ. Так как у них есть дети, они будут вылетать и обязательно возвращаться обратно. Процесс развития главного парка Симферополя не останавливается. Следующий этап – разбивка клумб для розария. Цветы, которые собираются сделать еще одним украшением излюбленного места отдыха горожан, привезут из города-побратима столицы Крыма – Донецка. Намереваются высадить и лаванду. Также активно развивается спортивный кластер. К уже имеющимся площадкам ГТО и тренажерному залу под открытым небом прибавится ряд новых объектов. Тарас Березицкий, служба новостей и ТВ.